Система организации среднего образования, при которой старшеклассники учатся по разным программам, проще говоря, профильное обучение, предполагает углубленное изучение определенных предметов в старших классах. В 25-й школе областного центра на профильное обучение пока не перешли. Ограничиваются, как и во многих других школах, предпрофильной подготовкой и дополнительным образованием, проще говоря, кружками, которых в данной школе немало. Существует достаточно много условий для того, чтобы дети могли себя реализовать в будущей профессии. Это мы осуществляем за счет дополнительного образования по большей части. Однако о переходе на профильное обучение здесь задумываются. Дети, допустим, более гуманитарного склада, им, конечно, нужно большее количество гуманитарных предметов. Дети физико-математического склада, конечно, им лучший предмет физико-математического уклана. Поэтому, конечно, у нас в перспективе есть. Действительно, ученику, собравшемуся поступать на факультет журналистики, важнее литература и история, а уроки математики вроде бы вообще ни к чему. Однако некоторые школьники считают, что программа в школе должна быть едина. Я считаю, это негативно будет сказываться, потому что человек – это большее количество знаний. Все равно лучше средний уровень по всем предметам, чем какой-то углубленный в одном направлении. Комплексное знание намного важнее, чем профильное. Хотя среди старшеклассников находятся и сторонники профильного обучения. Мне кажется, лучше было бы ввели разделение, чтобы ученики уже ориентировались на то, что они уже, когда идут в 10 класс, они уже знают, в принципе, кем хотят быть. Я думаю, это плюс было бы. И тех, кто считает профильное обучение более удобным и продуктивным, большинство. И действительно, они лучше ли разделиться? Ведь основная цель профильного образования – более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ вуза. Карина Тимкова, Игорь Бероев, Новости дня.